Мы будем двигаться по простой схеме. Сейчас я расскажу о первом показателе в матрице личности Михаила Задорнова, о предназначении, объясню специфику, связанную с Михаилом Задорновым. И затем мы с вами посчитаем сразу же показатели предназначения для нашей первой слушательницы, которая подала уже свою дату рождения. И я расскажу ей о том, что собой представляет ее показатель предназначения в матрице личности. Отлично, так что у нас уже задел есть. Итак, ну что, будем двигаться. В первом показателе матрицы личности Михаила Задорнова в предназначении я его обозначил успех, потому что, что интересно, успех по жизни наш складывается из нашей способности осуществлять или реализовывать собственное предназначение. В показателе Михаила Задорнова в предназначении стоит такая комбинация 14 дробь 5. То есть Михаилу нужно было по жизни решать задачу, научиться решать задачу, связанную с пятеркой. Вот я пишу, успех, его успех по жизни полностью зависел от перемен. Что такое перемена? Коротко охарактеризую пятерочку. Вот в этой системе нумерологии пятерка – это энергия свободы, которая помещает человеку в атмосферу, когда вокруг него появляются разные возможности. И для того, чтобы ему реализовывать эти возможности, человеку очень важно что-то менять в своей жизни. Либо начинать двигаться в пространстве. Пятерка – это перемены, неожиданности, неопределенность, риск, переезды. То есть человек должен быть готов либо двигаться в пространстве, либо дальше гибко, подвижно, адаптивно, сноровисто, устанавливая контакты с новыми людьми, набираться новых знаний, применять эти знания в своей жизни и развивать в себе новые качества, новые способности, новые умения. То есть пятерка требует от человека готовности проходить через перемены. Либо менять свое положение в пространстве, то есть двигаться, ездить. Что, кстати, по жизни Михаил Задорнов много делал. Сейчас кое-какие, я его биографические данные вспомню. Либо, проходя через тренировку, развивать себе новые качества, способности, умения и выводить себя на новый уровень. Если у человека в карте задача по пятерочке, в данном случае матрица личности, это значит, человеку нельзя оставаться таким, какой он есть. Ему нужно с течением времени выходить на новый, на новый и на новый уровень. Поэтому внизу я там написал новые качества, новые способности, новые умения. И в той степени, в которой Михаил Задорнов решал эту задачу по жизни, то есть он не оставался тем, какой он есть, а он выходил на новый, на новый, на новый уровень. И в той степени, в которой он двигался, то есть переезжал с одного места в другое, много путешествовал, вот его ждал успех, потому что таким образом он реализовывал свою миссию. Если посмотреть биографию Михаила, то вы увидите, что он начинал учиться в Рижском политехе, затем перевелся в Московский авиационный институт и, собственно, закончил его с успехом и стал профессиональным инженером в сфере космонавтики. То есть он заканчивал вуз и должен был работать инженером космических кораблей. Уникальная, конечно, специальность на то время. Но пока он учился в институте, он умудрился проявить себя как актер в студенческом театре. Затем, с течением времени, стал художественным руководителем этого театра. Это к тому, что в его жизни было очень много перемен. И с этим театром они объездили в то время весь СССР, потому что это были времена Советского Союза. И практически они побывали на всех тогда всесоюзных стройках с этим театром. Он сам выступал и плюс как художественный руководитель руководил этим театром. Затем, когда он закончил этот институт, вместо того, чтобы пойти по своей профессии инженера, он занялся литературной деятельностью, начал писать довольно успешные фериетоны, юмореские, сатиру. И настолько он в этом преуспел, что он стал главным редактором отдела сатиры и юмора журнала, в то время известного журнала «Юность», по-моему. И затем, в следующие перемены в его жизни, он попал на телевидение, там выступал со своими произведениями, со своими юморесками, со своей сатирой. И в конечном счете стал одним из, вернее, стал ведущим на телевидении одной из популярных программ. И вот таким образом мы видим, что в его жизни с течением времени происходили перемены. Чем только не занимался Михаил по жизни, кстати, те, кто знакомы с ведической традицией, также вы можете, также известно, что Михаил Задорнов изучал ведическую культуру, он сам занимался йогой. Кстати, по-моему, если мне не изменяет память, он был вегетарианцем. То есть он очень много изучал славянскую традицию, у него есть целое исследование по поводу того, насколько уникальное сокровище себе хранит русский язык. То есть по жизни Михаил Задорнов очень многим занимался. И почему? Потому что в показателе предназначения у него пятерочка, а пятерка требовала от него перемен, развития, выхода на новый уровень. И вот настолько, насколько он, в той степени, в которой он эту задачу решал, его по жизни всегда сопровождал успех. Вот здесь мы с вами остановим. Да, 14, кстати, это показатель кармического долга. Но здесь мы его не будем разбирать, чтобы не усложнять жизнь. Но, как правило, кармический долг также ставит перед человеком серьезную задачу. Если этот долг не отдается, то со временем у человека могут быть определенные сложности по жизни. Но давайте мы сейчас посмотрим тогда дату нашей слушательницы. Михаил, вам слово. Да, хорошо. Сейчас я назову дату, а перед этим можно спросить. Конечно. Эти показатели, числа 14 дробь 5, всегда в этом показателе есть через дробь эти цифры, всегда есть кармический долг и следующая цифра. Дело в том, что есть цифры, с которыми не связаны кармические долги. Это методика определенной нумерологии. А есть определенные комбинации цифр, которые указывают на кармический долг. Вот эта комбинация 1,4, 14, в той системе нумерологии, которую я использую, является комбинацией кармического долга. Поэтому не любая комбинация цифр является кармическим долгом. Только вот в данном случае 14. У кого-то при расчете может получиться пятерка без этой комбинации. Это означает, что задача по пятерочке, но при ней нет этого кармического долга. У Михаила Задорнова при расчете получается этот кармический долг. Поэтому я так и записал. 14 дробь 5. Спасибо. Спасибо.